Всем привет, с вами Станислав Орехов. Я приветствую вас в мастер-классе по стандарту профессии дизайнера интерьера. И в этой части, вернее в двух частях, мы с вами разберем все необходимые функции, как у нас делятся профессии дизайнера. Всего их, напомню, 10. Мы с вами разберем эти функции сейчас подробно и трудовые действия, которые должен выполнять каждый из специалистов. Давайте сначала поговорим, какие эти функции. Первый – это обмерщик, второе – это дизайнер, третье – визуализатор, четвертое – чертежник, пятое – декоратор, шестое – ведущий дизайнер, седьмое – менеджер проектов, восьмое – комплектатор, девятое – это арт-директор и десятое – руководитель студии дизайна. Сейчас поговорим детально про каждого из специалистов. Итак, поехали. Первый – это у нас обмерщик. Конечно же, он должен, первое, провести обмеры. Второе – он должен зафиксировать эти данные на месте, то есть при себе иметь ручку, карандаш, бумагу, уметь это все дело зарисовать, зачертить. И дальше он должен подготовить детальные чертежи для того, чтобы передать выполненную работу и сдать свою часть работ в плане чертежей. Это первая его функция, которую он выполняет. Вторая функция – помимо самих обмеров, он должен сделать фото-видеофиксацию. То есть он должен сфотографировать все необходимые и достаточные вещи – это и вид за окном, и то, как выглядит объект с разных ракурсов. Отверстия, короба, ниши, провода – все, что так или иначе отличается от нормы, нужно зафиксировать и потом передать эту информацию также для того, чтобы делал проект ведущий дизайнер либо дизайнер. И обмерщик должен все эти данные сформулировать, оформить подобающим образом и передать дальше на работу, на утверждение ведущему дизайнеру. Обмерщиком может работать в принципе не обязательно дизайнер, то есть достаточно знать просто алгоритмы, механизмы этой работы. Обучиться этому не так долго, то есть есть простая инструкция, последовательность, нужна небольшая практика и умение пользоваться инструментом. Потом все это дело аккуратненько заносить на чертежи. Этого будет достаточно. Следующая функция – это дизайнер интерьера. Это, собственно, тот специалист, который делает планировку, который делает детальный дизайн и который производит согласование того, что он выполнил, но не с клиентом, а с ведущим дизайнером. Должностной инструкции он подчиняется ведущему дизайнеру, поэтому он не общается с клиентом. Все, что он делает, он сдает руководителю своему, а забегая немножко вперед, клиенту уже сдает ведущий дизайнер весь необходимый проект. Но об этом мы поговорим чуть позже. Что же делает дизайнер? Первое, что делает дизайнер – это планировочное решение. Собирает функциональное зонирование и дальше разрабатывает планировку. Сдает ее потом ведущему дизайнеру. Вторая его важная функция – это создание детального дизайна. Что такое детальный дизайн? Это геометрия, то есть он придумывает, как будет выглядеть, из чего. Это подбор материалов, мебели и оборудования. И третье – это подготовка визуальной презентации, либо это ручная подача, либо визуализация, либо задание на визуализацию, которое дизайнер выполняет для того, чтобы завершить свою часть работы. Ну и финальное – это согласование. Дизайнер должен не только сделать свою работу, но и согласовать, сдать ее ведущему дизайнеру. Ведущий дизайнер должен одобрить и принять эту работу. Третья функция – это функция визуализации. Что здесь происходит? Создание самой визуализации и согласование. Создание самой визуализации происходит из нескольких этапов. Первое – это создание белой модели. Второе – расстановку ракурсов. Далее мы красим это все текстурами и материалами. И делаем постобработку. Это все действия, которые необходимо выполнить визуализатору для того, чтобы выполнить качественно свою работу. Ну и второе – это согласовать все это действие тоже с ведущим дизайнером. Четвертое – это проработка чертежей. Чертежнику нужно проанализировать ту информацию, которая была предоставлена ему. То есть это и визуализация, и планировка, и какие-то дополнительные пожелания, если они возникли по мере продвижения проекта, по мере его создания. Возможно, ему будет полезна техническая информация. В общем, всю ту информацию, которую необходимо ему выдать, ему выдает ведущий дизайнер. Дальше чертежник уже берет и проектирует рабочий проект, заполняет ведомости. В ведомости он тоже считает количество проектное, необходимое для того, чтобы купить материалы. Но он считает без запаса, естественно, и просто подписывает их в ведомости. И дальше он согласовывает это все дело с ведущим дизайнером чертежи, и таким образом его работа тоже становится законченной. И пятое здесь специалист – это декоратор. Не во всех компаниях есть декоратор присутствует, и не все клиенты требуют, чтобы декораторство входило в проект. Но там, где это нужно, там, где нужен индивидуальный подход, индивидуальный дизайн и индивидуальное участие дизайнера-декоратора, там эта функция имеет место быть. Декоратор на проекте анализирует все, что имеется на данный момент, все, что сделано. Дальше он разрабатывает концепцию декора, то есть более детализированную информацию, согласовывает ее, возможно, подбирает материалы, покрытия, поверхности. То есть все, что было заложено дизайнером ранее, приобретает уже конкретные какие-то очертания. Уже декоратор подбирает образцы, подбирает ткани детализированно, как сочетаются те или иные поверхности друг с другом, и показывает это наглядно. Показывает это в виде либо коллажей, либо образцов уже. То есть это такая предварительная часть, можно сказать, до того, как начать закупать, и более детализированная. Еще декоратор, естественно, подбирает арт-объекты, картины, ну и разные другие мелочи, которые создают финальный штрих. Все это дело декоратор согласовывает, ну тут уже у кого как в студии, либо декоратор самостоятельно согласовывает это с клиентом, либо по стандарту декоратор согласовывает это все дело с ведущим дизайнером и сдает проект. Еще раз хочу отметить, что декоратор не всегда и не у всех есть, именно детализация, но если нужен индивидуальный дизайн, эта функция в принципе тоже рассматривается. Итак, мы рассмотрели основные пять функций, которые отвечают на вопрос, что делается именно в самом проекте. И следующие пять функций у нас будут более управленческие, потому что мало сделать, нужно этим всем делом проуправлять и нужно сдать то, что мы сделали заказчику. И об этом мы поговорим с вами детально в следующем видео. Если у вас остались какие-то вопросы по основным функциям, напоминаю, что мы рассмотрели обмерщика, дизайнера, декоратора, визуализатора и чертежника. Если по основным этим функциям есть вопросы, то задавайте их в комментариях к этому видео, постараемся разобраться и ответить на все вопросы. Увидимся в следующем видео.